Всем привет! Это программа «Личный тренер». Я Арина Ахметова, и сегодня мне покажет мастер-класс по волейболу капитан волейбольного клуба «Алтай» Санна Анаркулова. Санна Анаркулова. Родилась 21 июля 1989 года в Оренбургской области. С детства занималась волейболом. В настоящее время является капитаном волейбольного клуба «Алтай», в составе которого три последних сезона становилась чемпионкой Казахстана. В составе национальной сборной страны Санна Анаркулова завоевала бронзовые медали на Азиатских играх 2010 года. На Кубках Азии дважды становилась бронзовым призером, а в 2016-м она с командой выиграла серебряные награды. Участница Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Мастер спорта международного класса. Здравствуйте, Санна. Арина, привет. Как дела? Хорошо, а у вас как? Хорошо. Сегодня у меня личный тренер. Ну, расскажите, какие упражнения мы будем выполнять на тренировке. Да, и надеюсь, у нас сегодня получится дать тебе дельные советы и пару, может быть, некоторых тонкостей волейбола. Хорошо. Так, начнем, как обычно, с разминки. Как и всегда, начинается тренировка. Поэтому, так, вот тебе резина. Начнем с верхнего пояса. Самое основное. Значит, берем резину и натягиваем. Ноги пошире. И начинаем поворот. Вправо-влево. То есть руки прямые. Вправо-влево. Да. Разминаем спину. Пояс. Так, теперь такие же движения, только с наклоном. Держишь ее так, наклоняешься вперед и делаешь вот эти движения. Оп. Прямо вниз. Руки перед собой. Так, теперь начнем круговые движения. То есть потянем руку сюда, вперед. Чуть-чуть можно наклониться. Ноги чуть пошире поставь. Да. Право и лево. Обороты. Теперь так же за голову. Здесь схватила, да, и потянула. Ну, то есть это самое основное, чтобы разметить плечо. Потому что мы сегодня будем делать подачу. Прием. Так, теперь можно сесть. Садимся. Ноги пошире. Вот так вот. Выпрями спину и держишь. То есть ты должна чувствовать, как у тебя должна тянуться задняя поверхность. Конечно, можно немножко наклониться. Сюда достать и сюда достать. Теперь упражнение «Супермен». Мы его так в народе называем. Значит, исходное положение и по диагонали. То есть левая рука, правая нога. Выпрямляешь? Вот. Прямо. То есть у тебя должна получиться сплошная линия. Вот рука, нога и спина. Вот она. Носочек вот так тянешь вниз. Да. И вот так вот работаешь. Раз. Раз. То есть это приводит мышцы спины в тонус. И одновременно вытягиваешь позвоночник. Теперь меняем ногу. Рубку-ногу. Так. Теперь ложимся. То есть вот так исходное положение. Держишь, обнимаешь ноги. И качаешься на позвоночнике. Оп. Вперед. Оп. Так. А теперь разминка с мячом. Обычно мы делаем это в парах. Но я тебе вот показываю стены. Так. Значит, берешь мяч и вот бросаешь вот таким движением. То есть вот смотри. Оп. То есть руку потянула, бросила. Давай. Угу. Мужчишки что-то прям. Оп. Добавляй. Теперь левый. Хорошо. Молодец. Теперь покажу следующее. Это двумя руками. Также из-за головы. То есть вот ты делаешь оп. Оп. Ты можешь даже вот так взять, немножко подтянуть сзади и бросить. Угу. Скажите, для чего вообще это упражнение? Мы разминаем плечо, потому что так как плечо волейболиста, это основное наше тоже оружие, поэтому мы должны очень хорошо разминать плечо, иначе будут потом проблемы. Также мы бросаем двумя руками, только теперь не в стенку так же, а в поп. То есть оп и бросаешь. Также можешь немножко подтянуть назад. Потянула и бросила. Так, а теперь непосредственно уже как бить будем, да. То есть держим руку, подбрасываем и бьем. Сначала ты бьешь потихоньку, потихоньку, и потом ты наращиваешь как бы все. Сейчас просто вот получается с подброса. Бросим. Бросим ударяем. Молодец. Идентично левой. Чтобы у нас все было развито одинаково, мы должны бить и правой, и левой. Молодец. Так, а теперь начнем с подачи. Волейбол начинается с подачи, так как вводим мяч в игру. Это первый элемент. Не самый простой, но и не самый сложный. Так, значит, берешь мяч. Самое главное, это его правильно подбросить, чтобы он не крутился и чуть вперед, не назад, не сильно вперед, только чуть вперед и на себя. Вот, то есть вот, чтобы он был у тебя здесь впереди. И самое главное, это ударить по мячу от ревиста. То есть да, чтобы он летел и планировал. Раз. Так, все, держите мяч. Далеко. Чуть сильнее, да? Чуть вверх. Вот так. Так. Есть вообще три вида подачи в основном. Это была, значит, стоя в статике. И есть планер подпрыжки. То есть это тот же самый планер, только мы должны в движении чуть-чуть подпрыгнуть и сверху вниз его ударить. Примерно выглядит вот так, смотри. Раз, два, три. Оп. Бросаешь наперед. Сразу шагаешь, бросаешь и подпрыгиваешь. Молодец. Да. Только теперь попади по мячу. Подпрыгиваешь. Ну, уже неплохо. Я думаю, последний. Молодец. Также у нас есть еще один вид подачи. Это силовая. Силовая в прыжке. Но мы попробуем. Если нет, то посмотрим. Так, смотри. Значит, изначально стойка так же, как мы разминались в стенки, ты подбрасываешь мяч вот так, крученый. Сам секрет в том, что надо его закрутить, потому что в него будет попасть кистью легче, чем ты подбрасываешь просто прямо. Смотри. Сейчас я покажу. То есть примерно так. Прямо смотри, вот если ты встала здесь, примерно ориентируешься, что тебе надо бросить на 2-3 метра вперед. Ой, молодец. Супер. Так. Хорошо. Только ты шаги покрупнее делай. Хорошо. Не митиши. Давай. Раз. Давай пять. Начнем теперь прием снизу. Так как это тоже основной элемент, то есть очень важный. Та команда, которую принимает, то есть она будет хорошо атаковать. Ну и начнем со стойки. Так, значит, стойка у нас такая. То есть ноги на ширине плеч, может быть, чуть-чуть шире. Носочки можно чуть-чуть вовнутрь. То есть стойка должна быть у тебя всегда вот на носках. Сгибаемся немножко и, то есть руки вперед. Так, изначально руки, положение рук. То есть ладошки, два пальчики, то есть косточка косточке и выпрямляем ручки. Давай, наверное, ты мне поподбрасываешь, а потом я тебе. Оп. То есть руки выпрямляешь, чуть пристаешь. Оп. Еще раз. Оп. И поочередно, то есть смотри, если мяч чуть справа, ты шагаешь стараться вправой ногой. Если что слева, шагаешь чуть вперед с левой ногой. Давай теперь я тебе буду бросать. Сначала я постараюсь тебе кидать просто прямо по центру, чтобы ты мне выбивал, а потом чуть в сторону. Готово? Да. Оп. Так. Чуть повыше подкину. Ой. Молодец. Чуть ножки, может быть, пошире и вот вовнутрь. Ага. Оп. Так, давай теперь попробуем вправо и влево. То есть смотри, когда я тебе бросаю вправо, ты шагаешь правой ногой и обрабатываешь его здесь. И так же идентично слева. Давай. Справа. Молодец. Еще раз. Молодец. Давай теперь влево. Угу. Садись за ногами, чтобы нога была чуть впереди. Угу. Хорошо. Так, а теперь мы сделаем так, что приближенный к игре мы стоим с тобой на приеме, летит подача и мы доводим его до связующего. Угу. Давай, смотри. Оп. То есть так же изначально ты сразу готовишься, встала на носочки, чтобы ты готова была идти вперед, назад, вправо, влево. То есть переносишь центр тяжести вперед, ты готова, вот, подготовила руки и идет подача. Шагаешь и принимаешь. Поняла. Принимаешь. Молодец. Шагаешь. Молодец. Да. И когда ты, то есть во время приема ты стараешься его и не опускай сильно низко и невысоко. То есть вот она, средняя позиция, чтобы тебе было удобно его доводить вот ножками. Давай еще раз. Молодец. И еще. Молодец. Так. Основная наша тренировка с мячом закончена. Теперь мы сделаем упражнение на пресс и на спину для поддержки тонуса. Так. Начнем с пресса. Так. Мячик нам еще пригодится. То есть смотри. Изначальное положение такое. Руки вверх. То есть ты знаешь, как имитируешь тоже блок. И поднимаешься. И обязательно дышишь. То есть на выдохе ты поднимаешься. Не очень сильно. Вот только приподняла лопатки. Так. Теперь можно боковые. То есть ноги чуть-чуть пошире. И вот в сторону. Качаешься. Теперь можно ногу на ногу. Вот так. И то есть ты касаешься локтем, коленочкой. Руку выпрямила. И пошла. Оп. 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 И к другой ноге. Так. Закончили. Теперь перейдем на спину. То есть так же ложимся на живот. Отягиваем руки на ногу. Правая рука. Левая нога. Руку сюда. Голову опустила. И пошла. И идентично наоборот. Теперь мы можем взять мяч на вытянутых руках. Поднимаешь руки и ноги одновременно. Вот так. Все. Поднимаемся. Арина, на сегодня тренировка закончена. Я очень рада, что мне попался такой талантливый игрок. Я хочу пожелать тебе удачи. Надеюсь, что все победы у тебя будут только впереди. Что ты станешь спортсменом с большой буквы. Будешь представлять Казахстан на международной арене. Спасибо, Санна. Мне очень такая честь. У меня такого личного тренера, как вы. Спасибо. Благодаря вам. Полюбила волейбол. Спасибо. Дорогие друзья, наша программа «Личный тренер» подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была капитан волейбольного клуба «Алтай» Санна Наркулова. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»